На 10 месте укус блохи. Эти укусы вызывают сильный зуд. Обычно блошиные укусы появляются грубками по несколько точек и напоминают мелкие красные пузырьки. Прежде всего укус необходимо промыть водой с мылом. Главное не расчесывать укусы, чтобы не занести инфекцию. На 9 месте укус клопа. Укусы клопов выглядят по-разному. Кто-то может их вообще не замечать, а у кого-то возникает сильная аллергическая реакция, сопровождающаяся зудом и болезненными ощущениями. Кроме кожных повреждений, типичные симптомы укусов клопов включают боль, зуд, а иногда дерматит и даже волдыри. Прежде всего помойтесь с мылом, уделяя особое внимание местам укусов. В крайних случаях вам может понадобиться противовоспалительное средство. На 8 месте укус муравья. Укусы некоторых видов муравьев, например рыжего лесного, содержат яд, вызывающий у человека зуд, воспаление и раздражение кожи. В случае появления пузырей не лопайте их, чтобы не занести инфекцию. В таких случаях лучше обратиться в больницу. На 7 месте укус мошки. Нападая, мошка в отличие от комара не прокалывает кожу, а выкусывает плоть. Данные насекомые по праву считаются самыми назойливыми и неприятными кровососами. Ни в коем случае не трите и не чешите укушенное место. Вы не только усилите отек и зуд, но и увеличите вероятность занесения инфекции в рану через разрывы кожи. Просто обработайте рану ваткой или тампоном из спирта. На 6 месте. Оленьи мухи или златоглазики. Если вас укусит одна из этих мух, вы сразу же почувствуете это. Их укусы чрезвычайно болезненны и оставляют красные пятна. Оленьи мухи могут передавать болезнь, известную как лихорадка кролика. Если после укуса вы наблюдаете кожные язвы, лихорадку и головную боль, немедленно обратитесь к врачу. На 5 месте. Укус комара. Комариный укус выглядит как покрасневший подкожный пузырь, который сильно чешется. Как правило, никаких особых мер принимать не нужно, разве что намазать место укуса обеззараживающей жидкостью. Но если после укуса вы вдруг чувствуете жар, боли в суставах или опухание лимфоузлов, следует обратиться к врачу, возможно в кровь попала инфекция. Ведь комары признаны самыми опасными переносчиками вирусов во всем мире. На 4 месте. Укус осы и пчелы. Яд ос и пчел не опасен, хотя и может вызвать болезненное состояние, что может проявляться в виде аллергии. Прежде всего нужно вытянуть жало осы и пчелы, чтобы избежать заражения. Чтобы снять отек, обработайте укус любым дезинфицирующим средством. На 3 месте. Укус шершня. Укусы шершней очень болезненные, а для аллергиков встреча с этой огромной осой может стать опасной для жизни. Тщательно промойте поврежденную область водой с антибактериальным мылом. Обработайте рану ваткой или тампоном из спирта. После укуса шершня хорошей помощью для организма будет обильное питье. Также рекомендуется приложить к месту укуса лед. На 2 месте. Укус овода. Укус сопровождается огненным зудом и отеком. Место укуса очень горячее. В центре отека видна иногда двойная точка, иногда разрезик. Место укуса категорически запрещается чесать. Для снятия отека на месте укуса нужно приложить лед. Затем протереть место укуса спиртовым раствором. Если берете спирт, то разводите его один к одному. После этого нужно сделать насыщенный содовый раствор или даже превратить соду в мокрую кашицу и приложить ее к поврежденному месту. Если же на месте укуса образовалась плотная шишка, нужно обработать это место спиртом и сделать примочку из антигистаминной мази. Укус овода более опасен, чем укус других насекомых. Оводы становятся причиной миазов – ряда заболеваний, вызванных присутствием паразитов в теле. На коже могут остаться следы и шрамы от ходов личинок и свящей, которые образуются, когда вредители пытаются покинуть тело носителя. Пытаясь выбраться из тела, личинка может повредить какие-либо органы человека, что в свою очередь может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до смерти. На первом месте укус клеща. Клеща принести домой можно после отдыха на природе. Эти насекомые могут быть очень опасными для человека. Клещи переносят много инфекций и могут стать причиной клещевого энцефалита и боррелиоза. Клещу переносчику обычно требуется до 48 часов, чтобы заразить вирусом, поэтому надо всегда проверять наличие клещей после возвращения из леса. Если в вас вцепился клещ, необходимо удалить его как можно скорее. Мы рекомендуем использовать для этого нить. Для того, чтобы удалить укусившего вас клеща с помощью нити, необходимо сделать на ней небольшую петельку, накинуть ее на клеща так, чтобы затянутая петелька была у самого основания головы клеща и прилегала к коже в месте укуса. После этого слегка натянув, необходимо пальцами начать скручивать нитку против часовой стрелки. Если петля накинута и затянута правильно, то клещ начнет вращаться вместе с ней. После одного-двух оборотов нужно слегка потянуть за нитку. Клещ после этого должен легко удалиться с места укуса и остаться при этом живым. Рана обрабатывается обеззараживающим средством, например, йодом или водой с мылом. После извлечения, живого клеща необходимо поместить в емкость, из которой он не сможет сбежать, и отнести как можно скорее в СЭС. Если окажется, что клещ инфицирован, вам придется сдать анализ крови на выявление у вас инфекции. Однако не нужно бояться клещей и отказываться от прогулок на природе. В большинстве случаев укусы клещей безопасны для людей. Главное – вовремя осматривать себя после прогулок на природе и в случае укуса быстро и правильно извлечь клеща. А какие вы знаете средства от укуса насекомых? Пожалуйста, поделитесь этой важной информацией в комментариях.